всем привет сегодня разберем ситуацию когда у нас есть вертикальное видео например снятое на телефон но нам его нужно ставить в проект горизонтальной ориентации то есть для просмотра на компьютере или телевизоре ранее мы разбирали добавление заданный вертикальный проект и монтаж видео вертикальной ориентации на примере монтажа видео для инстаграма и вы можете посмотреть данное видео для новых зрителей работать мы будем в редакторе везде си это совершенно бесплатный видеоредактор без ограниченного времени использования и каких-либо водяных знаков но при этом функционал редактора очень широкий ссылку на скачивание вы найдете в описании под видео запускаем редактор и в первом окне выбираем пустой проект загорится дополнительное окно в котором мы задаем параметры нашего будущего видео подробно я на нем останавливаться не буду у меня есть подробное видео о начале работы в видеоредакторы и вы можете его посмотреть мы же задаем разрешение в данном случае нам нужно горизонтальной ориентации я задам самая популярная full hd 1920 на 1080 частота кадров пусть будет тоже популярная 30 кадров в секунду у нас открылось основное окно редактора добавляем имеющиеся у нас видео либо через добавить объект либо нажимаем вот на эту кнопочку во вновь появившемся окне ничего не изменяем видео добавилось и мы видим ту самую проблему две черные полосы по краям видео то есть если мы сейчас экспортируем данное видео в готовые эти черные полосы так и будут демонстрироваться в данном видео здесь есть интересный нюанс в ответах на комментарии под моими видео я уже несколько раз объяснял тот процесс который мы сейчас делаем так вот некоторые люди были недовольны как бы странно это не звучало но некоторые пользователи полагали что в ходе наших действий с двух сторон где у нас черный фон появится изображение то есть видео которое не снято но могло быть снято если бы мы держали камеру горизонтально так вот разочарую тех кто так считает если это изначально не снято то это и не появится нет дворца нет дворца мы лишь пытаемся сгладить то есть уменьшить визуализацию данной проблемы копируем на временной шкале наше видео и тут же вставляем копию верхнее видео для удобства можем временно отключить нажав вот на этот глазик результат отключения визуально не увидим так как будем видеть нижнюю копию выделяем нижнее видео переходим свойства нажимаем разбить на видео и аудио видео файл разбился выделяем вот этот розовый аудио файл и удаляем его для чего мы это делаем мы сделали копию видео файла а оба данных файла имеют аудио дорожку то есть звук будет дублироваться поэтому одну из аудио дорожек мы удалили далее нам нужно растянуть изображение данного видео файла чтобы она заполнила весь экран это можно сделать по-разному то есть можно уменьшить масштаб и просто вот так за уголки растянуть но мы сделаем по-другому в окне свойств у нас должна быть задана исходная ширина если бы мы не не двигались за уголки то есть 1220 а высоте мы вручную задаем удвоенное значение данной ширины то есть 3840 выравниваем по горизонтали и вертикали мы видим что видео файл полностью перекрыл наш проект и черных полос нет это видно вот по этой синей рамочки которая показывает нам границы кадра как вы поняли данное видео будет фоновым и нам нужно сделать его размытие переходим видео эффекты фильтры размытия по гауссу в дополнительном окне у нас должно гореть по всей длительности если нет ставим жмем ok размытие добавилось но она слабовато в окне свойств увеличиваем значение я поставлю 100 но в других ситуациях это возможно должно быть большее значение выходим в основную вкладку включаем верхнее видео получилось вот что большинстве случаев при съемке на камеру в вертикальной ориентации снизу и сверху кадры имеются места например небо или земля которыми мы можем пожертвовать но за счет этого увеличить масштаб основного видео также за уголки растягиваем наше основное видео выравниваем по центру за счет этого увеличения мы сильно уменьшили сделанное нами с боков фоновое размытие изображения все работа сделано переходим в экспорт проекта здесь выбираем нужный нам формат я выберу популярный mp4 качество ультра и нажимаем экспортировать более подробно об экспорте вы можете посмотреть отдельное видео все смотрим что у нас получилось видео и 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